Итак, продолжается наш матч. И Орда. На мой взгляд, самая странная разновидность шахмат из тех, которые я представлю на сайте ЛИЧС. Играю я белыми, мне всегда казалось, что играть пешками проще. Но всегда казалось, что это, наверное, некоторое преувеличение, потому что я сыграл буквально несколько партий в Орду за всю свою жизнь. И то большинство из них были с Кириллом Шроковым. Сами понимаете, что серьезную тренировку это назвать тяжело. Попробую я выбить на Е6. Черный слегка уменьшает мой пешечный материал, но действительно ли это хорошо? Вопрос. Так, когда она сыграла Д5, теперь черные могут взять два раза пешку на С5. Но я все-таки забираю фигуру, и после этого белые, надеясь, что успеют накатить Д4, Д5, Ф5 и Е5. Да, Артем предпочитает не отдавать фигуру, но теперь я успеваю подзащитить на С5 и восстановить в некоторой степени контроль над позицией. Ну, замечу, что Артем очень хорошо разыграл дебют. В тех немногих партиях, которые мне проходило себя черными, такой хорошей потери за черных я не получал. Обратите внимание, что оба слона работают, оба коня выходят. То есть некоторые перспективы дальнейшей борьбы у белых и черных, по-моему, здесь есть. Сыграет СД. Скорее всего, последует что-нибудь вроде СД или СБ. Ну да. Да, наверное, мне не стоит брать на Д5, а лучше защитить пешку на Д6 сразу. Наверное, путем Е5. Ну, должен обратить внимание зрителей на то, что черные уже прилично прорезали мой центр, и это может стать неприятным. Пока, опять же, удерживаю некоторое подобие контроля, но уже видно, что все не так просто. А черные всего лишь отдали одну фигуру. Ну и, конечно, довольно большое количество пешек. В общем, мне кажется, что позиция непростая для меня. То есть пешки Д1, Е2 и Е3 пока не очень участвуют в борьбе. Не надо бы их подтянуть. Сыграю Ф5 на ЖЖ. Артем грамотно усиливает потенциал своих фигур. И он делает, как я уже много раз говорил, пока сохраняют все свои пешки. Это означает, что они не проигрывают. К тому же, обратите внимание, что Артем разменял весь свой центр. Артем палка о двух концах. То есть в какой-то момент я могу бросить уже защиту своих пешек. То есть пропустить, например, ладью. Но начать надвигать центр. Например, тут... В принципе, есть ход Е5. Но мне кажется, концептуально он неверный. То есть надо сначала подтянуть все-таки резервы. Потому что если я сыграю Е5 и в какой-то момент пропущу удар, партия сразу закончится. Сыграю Д3. По-плотнее. Участвую я хочу Е5, Е4 и Е3. Усиливая свою позицию постепенно. Е5 сыграю. Сверсота идет. Ну да, мне кажется, что все немножко ошибся одним из своих последних ходов. И теперь белые захватили инициативу. А5 сыграю на прорезаемой пешке. Но я могу просто ответить П3. И на АБ АБ. Ладья черная сразу в барабу не включается. Конечно, ход А5 все равно для черных полезен. Потому что в вариантах они смогут сыграть Ладья А7, Ладья Д7. Но. Все-таки это не настолько важно. Ферзь С7. Приду Е3. Опять же уплотняюсь просто. Ну и на какой-нибудь ход Кодикон Д7. Отвечу F4. Ну, не знаю. По-человечески, мне кажется, в принципе, с фигурами в этой разновидности шахмат против пешек играть очень тяжело. Видимо, чтобы успешно обороняться, нужно иметь какие-то очень специфические знания. Теория дебютов или что-нибудь из этой серии. Потому что простые натуральные ходы точно приводят в черных неприятную позицию. Теория Артем очень хорошо разобрал дебют в этой партии. И все равно пешки, судя по всему, накатят. Конь Ф8. Мне кажется, я могу сыграть Д5. Ну, конечно, проблема для белых в этой разновидности шахмат в том, что все время нужно держать концентрацию. Достаточно зевнуть одну важную пешку, и позиция сразу рассыпется. Ну, конь G6 сыграно. Да, не вижу, в принципе, особого смысла в этом. Но могу взять коня. Конь G6 сыграть Д4. А, теперь висит на G4. Это я не видел. Ну, в принципе, наверное, могу отдать пешку на G4. Или могу сыграть Е6. Е6 выглядит, как некоторая потеря контроля, правда. Наверное, лучше отдам пешку на G4. Артема не берет. Артема дает еще одного коня. Но взамен активизирует все-таки все свои оставшиеся фигуры. Сыграя F3. Освещая на G4. На H2 пока и так защищен. Ну да, Артема дает все фигуры. Но, конечно, очевидно, что наиболее оседны. В арту тяжелые фигуры. Артема пока не все на доске есть. Сыграю, наверное, H3. Теперь на ладе G3 F2 вроде как ловит ладью. То есть придется играть на ладе H4. Обратите внимание, что весь мой фланг заморожен. Пойду F3. С идеей F5. Теперь защищена пешка на Е4. Артем, мне кажется, грамотно изменил позицию. По средними ходами. Но все равно белым играть довольно легко. 3-0. Отвечу БА. Да, Артема гранил флаг. Ну, конечно, вот эта тенденция с падения флага меня начинает напрягать. Позиция белых после БА... Прошу прощения, после БА. С5, наверное, объективно выиграно. Но это, конечно, был не повод ронять флаг. Все-таки, да, все-таки белок слишком сильная фланга пешек. Думаю, что после D6, C6, D5 такое удержать невозможно. Ну, я, в принципе, склонен переоценивать силу пешек. Так что, может быть, на самом деле не прав. Ну, а матч продолжится буквально сейчас. Продолжается наш матч. Ответная партия в Орду. В первой партии белыми мне удалось победить. Ну, теперь каким-то образом придется обороняться от вот этой вот, по-другому я не назовешь, Орды пешек. Пробую войти в D6. Я не имею никаких совершенно представлений о том, как здесь хорошо играть, как плохо. D4. Ну, то есть это практически невозможно, по-моему, угадать, что здесь нужно делать. Пытаюсь я разминять пешки, но когда ты размениваешь пешки, проблема всегда в том, что после этого становится нечем играть. E5 выглядит как ошибка. Что я могу взять здесь, и потом взять DE, и взять на D5. Не знаю, есть ли реально какие-то слишком уж приятные изменения для меня в том, что я забрал эту одну пешку. Но с чего-то надо начинать. То есть сейчас Артем D5 не сыграет, то я успею путем E6 поставить блок. То есть Артем правильно делает, что играет D5. Да, и, наверное, я все равно не успеваю никак прихватить белых. К сожалению. Да, то есть на конь D7 будет F4. Ну, ладно, попробую туда сыграть E6. Но Артем, мне кажется, с идеей точки зрения правильный ход D6, моя позиция выглядит непривлекательной. Ну, вот, кстати, C4 выглядит как шанс для меня, потому что конь D7 висит теперь на E5 и висит на C5. То есть надо играть D4... А, я подземнул ход D4. Почему-то рассматривал только F4. На самом деле после D4 ничего хорошего за черных не видно. Да, D4 сыграно. Попробую A5. Единственный шанс, что если, например, Артем сейчас возьмет два раза на E6, то у меня будет ответ конь E5 и на DE уже ферзь D1. Ну, да, конечно, Артемов даже в планах это не было. Накройте D6, ограничивая все мои фигуры. Позиция выглядит практически безнадежно. Надо пытаться бороться. Попробую B6. Теперь на E9 на C6, конь E5, DE, слон D6. Две фигуры отдаю. Но нападаю вроде как на две пешки. Ну, вряд ли это может быть сильно хорошо, потому что буквально еще в самая ранняя стадия партии уже у меня двух фигур не хватает. В принципе, слон D6 вынужденный ход, потому что иначе белые совсем задавили. А вот эта позиция может быть не настолько рясная. Висит на D1, это корневая пешка, после нее все посыпятся, то есть отдавать нельзя. Д3 ход правильный. Теперь AB, FB4. Еще одно вынернуло, но структура белых пока своей целостности не потеряла. Попробую FD6, A9, K7, K7, K6, Bc, Fc6, неотразимая угроза ладья А4, F4, F4 вроде как прорывается в тыл. Но, возможно, ценой слишком больших материальных потерь. Меня радует то, что на крыльях, как в банке, черные пока сохранили все свои четыре пешки. Это означает, что белые пока не могут организовать решающего прорыва. То есть E5, K7, уже висит на F5. То есть F6 играть надо, я должен брать, потому что иначе пешка приходит на G7, GF. Ну и вот тут вот можно просто сохранить коня, но, скорее всего, надо его все-таки жертвовать. По сравнению с обычными сценариями развития событий в арде, мне кажется, у черных неплохие шансы. Потому что, на самом деле, я хочу просто сыграть ладья А4. С чего возник после БА, F4, возникнет только на FD1. На B3 сыграю FA3, нападая на C1. На B2 сыграю F2. То есть, ну, мне кажется, надо доносить, иначе белые восстановят контроль. В целом, у меня один ферз активный. Ладья на H8 не играет, слон на D7 не играет. Ну и я, по самом деле, просто зевнул ход в C2, почему-то рассматривал только B3. С другой стороны, фланг заморожен. Мне надо сыграть, что-нибудь вводит слон B7 или слон на A6. Наверное, слон на A6, создавая грозу пешки C4. Да, и теперь по слону C4, до цефек C4. Чёрден, скорее всего, заходит. То есть, надо играть... Если играть B3, тогда ферзь А3, и ферзь тоже заходит. В общем, перед Артёмом, кстати, встали непростые проблемы. Тут редкий случай, когда у фигур против пешек есть кое-какие шансы. Можно опробь вместо B3 сыграть B4, но там есть свои нюансы. Почему он пытается сыграть F5? Но тогда я беру на C4. Б3 это очень правильное решение, намного сильнее, чем простое DC. Но всё равно мэферзь прорывается на C1. Всё равно мэферзь прорывается на C1. И это шанс. Король пока какую-никакую поддержку тут пешкам... Ну да, если эти пешки начнут сыпаться, то, скорее всего, партия закончится. Правда, есть один нюанс. В Орде правило пата работает так же, как и в обычных шахматах. То есть, если у белых не останется ходов, то это будет ничья. G5, Артём идёт в последний прорыв. Ну, не знаю. Мне кажется, слишком поздно. РЦ2. G6 это правильно, конечно, но... А Ж... Да, забирая на G6, забирая на Е4. На G7 вроде бы просто ЛДЖ8, король Ф7. Ну, к чему делать нечего, надо идти на этот вариант. Ну да, сейчас грозит ФЕ5. F4 ход строго единственный. F4 сырая она. Да, то есть, об этом фланге можно забыть, он явно никуда не движется. Надо срочно нейтрализовывать угрозу, исходящую от пешки. H. Вроде бы успевает сыграть ФЕ1 на H6, ФЕ2. То есть, надо... А, ну, H6 это грубая ошибка, надо было H4 пробовать. Потому что вот тут, мне кажется, всё. Единственный нюанс, что надо следить за тем, что пешка... Пока белый-чёрный ферзь отвлёкся на королевский фланг, надо следить за тем, чтобы пешка А случайно не пробежала. Но вряд ли это получится. Кстати, G6 очень зря допустил неожиданно. Интрига тут заново встает в полный рост. Точнее, даже, видимо, белый просто выигрывает. Немножко неожиданные изменения. Придётся пропускать одного ферзя. Играть ФЕ6 и надеяться что-то придумать. Но вряд ли что-то получится. У белых слишком много пешек. Так, Ф5. И просто добивает слишком. Слишком уж много тут материала. Да, и ФЕ8. Ну, Артём боролся до конца. Мне кажется, что в какой-то момент у меня была выигранная позиция. Но, как часто бывает, даже в конце пешки опасны. И вот не удержала контроль. То есть, доказала, что позиция совсем выиграла. На самом деле, это не так. Видимо. На самом деле, надо играть ФЕ1. Вот здесь надо играть ФЕ1, G5 и КФ7. И тогда всё под контролем. И, скорее всего, чёрные побеждают. Хотя, тоже не факт. Потому что потом вторая пешка G подключается. И позиция крайне нестандартная. Может быть, Артём даже, на самом деле, нигде и не проиграл. Так или иначе, матч в Орду закончился со счётом 1-1. Белые выиграли. Обе партии, как я и ожидал. Хотя, в обеих партиях были приключения. Ну, и матч продолжится совсем скоро. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!